привет это комяк очень популярен нынче рынок новостроек настолько популярен что моя уникальная услуга по приемке новостроек пользуется огромным спросом даже когда меня нет в россии но почему-то ко мне обращаются только когда принимают квартиру ну а когда покупают ко мне не обращаются с этим конечно же связано множество проблем при приемке но что имеем с тем и работаем просто решил сделать вам аналитический подарок чтобы придя к застройщику вы точно знали кто перед вами сидит и что от них ожидать впоследствии конечно же видео не в полях без наглых барынь без экшена но очень интересное я представлю вашему вниманию российского застройщика но не лицом а душой за лицо застройщика можно воспринимать его рекламу его маркетинг его красивые слоганы яркие картинки а вот душа это то чего сразу не увидишь душа это то что открывается потом со временем впоследствии общения основное общение дольщика и застройщика это конечно же договорные отношения это дду в россии в основном все дду все договоры с дольщиком строится на федеральном законе 214 некоторые застройщики хотят быть лояльными и современными они проявляют прекрасные стороны своей души указывая на уникальную ценность прав своих покупателей некоторые проявляют обычную вредность и ушлость перетягивая одеяло на себя только в тех местах где это предусмотрено законом где это разрешено законом а некоторые застройщики срали на всех глупых и ленивых дольщиков они творят все что вздумается не обращая внимание ни на какие законные нормы один из ярких примеров душевной черствости наглости алчности являются самолет все мы уже наслышанные знаем прекрасно что застройщик самолет создан воробьев воробьев это губернатор подмосковья и чтобы показать вам суть вот этой вот организации самолет я пройдусь по типовому дду самолета на квартиры и укажу самые яркие и мерзкие моменты по моему мнению по мнению доктора юридических наук основателя культурных ценностей потребителя и просто красиво и очень скромного человека если застройщик самолет по итогу построил больше квадратных метров чем планировалось чем прописано в дду тогда вы дольщики покупатели потребители обязаны в течение пяти рабочих дней перевести разницу за площадь если же вы не успеете в течение пяти дней перевести эту разницу то вам полагается штраф 1 300 ставки рефинансирования в день за просрочку плачежа ну а если же самолет построит квартиру меньшей площади чем вы договаривались в дду тогда конечно же он разрешает себе перевести вам разницу в площади в течение 15 суток это это если вы конечно же не лох и письменно об этом его попросите ну а если же самолет не успеет в течение 15 дней перевести вам эти деньги то договором никаких штрафов ему не предусмотрено если вы при приемке квартиры своей не заметили какие-нибудь косяки ну вот типа вот таких вот то в дальнейшем после того как вы подписали акт прямопередачи вы не имеете права просить у застройщика это все переделать ну а по закону гарантия на весь на всю конструкцию на весь дом на всю квартиру 5 лет гарантия на технологическое или инженерное оборудование ну типа там сантехника вентиляция три года ну и на саму отделку вот типа вот кафель там на пол еще на какие-нибудь там на уголочке то это уже конечно год обычно судя по дду самолет сам решает сколько ему отводится времени для того чтобы переделывать какие-то недостатки недочеты недоделки и это время определено в количестве 90 дней три месяца за три месяца дорогие мои в квартире можно заново ремонт сделать получается самолет просто осознает уровень своего ремонта своей стройке и понимает что если придет недовольный дольщик покупатель и скажи давайте все переделывайте тогда придется заново все делать на это уйдет три месяца ну а вообще закон дает именно потребителю право устанавливать разумные сроки для исправления косяков поэтому не самолет должен говорить 90 дней а ты покупатель дольщик должен говорить я думаю вот эти косяки вы можете исправить течение там 20 дней этого будет достаточно по справедливости воробьев и его команда под названием самолет считают что они могут написать в акте приема передач который дается и вам и им абсолютно любую информацию например они могут указать в акте приема передач что вы не заплатили за разницу в площади зачем им такая информация в акте приема передач я лично не знаю эта информация не дает абсолютно ничего точно также квартира с таким вот актом приема передач будет зарегистрировано это не проблема получается тупо поиздеваться над потребителем который качает свои права а если мы посмотрим на федеральный закон номер 214 8 статью в первый пункт то четко увидим что информация в акт приема передачи вносится по согласию сторон они в одностороннем порядке самолет в день приема передачи квартиры заставляет своих покупателей своих потребителей подписывать договоры с другими организациями на совершенно другие услуги такими темпами через пару лет самолет будет заставлять своих дольщиков подписывать договор на пожизненную поставку бутилированной воды естественно со стопроцентной предоплаты воробьев и его команда считают что вы сами должны вот убирать вот весь вот этот мусор они за эту ответственность не несут это знаете это как будто вы купили новый новый mercedes лакшери там за 5 6 миллионов и там в нем валяются какие-нибудь грязные труханы и окурки вот так вот и предъявить то нечего потому что вы же сами договор подписали самолет в своем договоре прописывает что при строительстве квартиры возможны изменения параметров помещений внутри объекта в переводе на простой язык то вот вам обещали построить 100 квадратных метров зал а по итогу получается что вы приходите на подписание акта приема передачи и видите что вместо 100 квадратных метров зал ваш занимает всего лишь два квадратных метра и это все прописано в договоре и на это имеет право застройщик при подписании договора долевого участия когда вы пришли в офис самолета вам показали красивые рекламы брошюрки слоганы интересны сказали что все будет красиво будет маленький дом с 5 лифтами грузовыми а по итогу вы получаете один маленький пассажирский лифт дом высотой в 50 этажей на одном этаже 50 квартир естественно вместо облагороженной ухоженной территории вы получите вот такой вот чудесный вид вот вам и как будто бы фонтан вот красивый сад вековые дубы тропинки для прогулки и прочее удовольствие участник долевого строительства сам дает свое согласие на последующий залог земельного участка вот вы заехали в свой дом вот возле вашего дома есть земля и естественно вот именно эта земля которая принадлежит всем жителям этого дома она будет в залоге у какого-то банка потому что застройщик так захотел землю в которую втоптали ваши законные интересы и права будут использовать в качестве залога другим таким же дольщиком мол посмотрите инвесторы на вот эту землю тут закопаны интересы и права тысячи других дольщиков и нам от этого нет никакого вреда поэтому мы точно не загнемся воробьев посчитал что ему недостаточно законы к 10 дней для рассмотрения претензий и установил что он имеет право рассматривать претензий 30 дней напомню что наш российский федеральный закон о защите прав потребителей запрещает организациям устанавливать какие-то свои даты для рассмотрения претензий и устанавливает в 22 и 31 статье конкретные сроки для рассмотрения претензий. 10 дней. 10. Не 30 воробьев. Слышишь? 10 дней. По итогу получается очень, очень и очень даже плохо. Лично мне это настолько не понравилось, что я решил записать вот такое вот видео. Есть, конечно, еще и другие застройщики, очень наглые, хитрые, которые пользуются, так скажем, глупостью дольщиков. Но вот самолет это яркий представитель. На данный момент это самый такой уникальный по совокупности злости и алчности застройщик. И на самом деле, вот несмотря на то, что сейчас, в данный момент у этого застройщика все хорошо, все нормально, у него конкурентная цена, это не значит, что там через пару лет или через какое-то там будущее определенное этот застройщик не воспользуется вот всеми этими благами и дарами такого вот уникального договора. Есть несколько вариантов отношения к таким застройщикам. Первое. Бежать от них подальше и никогда не связываться с самолетом. Второе. Если все-таки вы решили связаться с этим застройщиком, то сразу же после подписания вот их вот такого вот мерзкого ДДУ заняться переделыванием этого договора. Вносить изменения, какие-то поправки и заново регистрировать уже видоизмененный ДДУ. Ну и третий вариант. Если же все-таки обратились к такому застройщику, выбрали квартиру, то покупайте, берите, подписывайте все, как оно есть. Не заморачивайтесь до самой приемки передач, а уже перед приемкой передач, естественно, обращайтесь к таким ушлым ребятам, как комяк. И не забывайте, что есть волшебная 16-я статья закона защиты прав потребителя. По этой законной норме любые условия договора, которые нарушают ваши права и интересы, естественно, являются ничтожными. На этом, пожалуй, все. С самолетом на данный момент мы закончили. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Обсуждаем эту тему, я только за. Даже во всех грубых форумах я не против. Ну и, конечно, делитесь, обязательно делитесь вот этим вот полезным видео с другими дольщиками, с потенциальными дольщиками. И не забывайте подписываться на канал, дергать колокольчик, чтобы всем нам было приятно, удобно и комфортно. До связи, пока!